Раздельный сбор мусора – один из первых шагов, принятых в нашей стране для того, чтобы максимально эффективно работать в рамках переработки отходов. В Бресте такие яркие контейнеры есть практически во всех дворах. Частный сектор – не исключение. Брещанин Александр – житель одной из многоэтажек, что на улице Жукова точно знает – смешивать отходы и экономически, и экологически невыгодно. Граждане, которые проживают в ближайших районах и где есть места, оборудованные для того, чтобы складировать и производить раздельный сбор мусора, должны этим заниматься. Пластиковые бутылки, картон и бумага не поступают на захоронение, а направляются на перерабатывающие предприятия с целью дальнейшего использования. Как итог – получение товаров, которые вскоре можно будет применить в хозяйстве. Кстати, бумагу можно вторично использовать до 7 раз, пластик – до 30, а стекло и вовсе в природных условиях не теряет своих свойств. Одним из таких вариантов должна соответствовать упаковка, в которую предприятия и организации размещают свой товар. Либо она создается из разлагаемых составляющих, либо эффективно перерабатывается. В этом уверены участники большого семинара. Сегодня наш регион активно стремится сделать экономику экологичной. У подзарубежных коллег, например, немцев, партнеров проекта, будет весьма актуальным. Темой сегодняшнего мероприятия выбрана именно упаковка. Мы можем говорить о сокращении потребления упаковки, то есть уменьшении ее объема, а также о том, как наладить повторное использование полимерной упаковки, соответственно, снизить ее импорт в Беларусь, что, как правило, является достаточно дорогостоящим. Брестская область выбрана в качестве пилотной территории для реализации проекта по созданию здесь циркулярной экономики. Разработки начались еще в мае 2019-го. Предшествовал деятельности комплексный анализ ситуации. Были определены три ключевых направления. Особый акцент был сделан на теме упаковки. Проект реализуют Брестский область полком, научно-исследовательский экономический институт, Министерство экономики и представительство Дортмундского международного образовательного центра в Минске в партнерстве с другими организациями, занятыми в обеспечении экологически благоприятной обстановки в регионе. В этом году у нас будут существенные изменения, связанные в структуре экономики, в всех отраслях хозяйства, связанные с переходом на более экологически чистую биоразлагаемую упаковку, либо та, которая повторно используется, может упаковка. То есть, ну, больше это упаковка из бумаги, картона, либо из тех материалов, которые используются. Потому что у нас широко сейчас используются композитные различные материалы. То есть, упаковка, допустим, если говорить о пищевой отрасли, очень широко используется упаковка, которая в последующем. Либо вообще невозможно ее переработать, либо затруднена ее переработать. Результатом открытого диалога станет эксперимент, который будет проведен на базе двух предприятий региона. Сотрудники проекта проведут исследования и предложат администрациям конкретные варианты развития циркулярной экономики. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктория Нечаев, Палмолошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.